Всем привет, сегодня у нас необычный выпуск, сегодня инвокер в позиции керри, и это неизвестный нам игрок, и если кто-то знает, кто это, напишите в комментариях, будем признательны, всем приятного просмотра, погнали! Привет-привет, открываем для себя новые личности, это керри инвокер, что самое интересное, играет он на Европе, при этом почекали профиль, это вроде как смурф, а вроде как нет, 2000 матчей, он постоянно играет на этом аккаунте, в каких-то миксах. Какой-то, возможно, молодой игрок, пока что неизвестный нам, вот, и играет он очень жестко, в каждой игре хороший керри, причем он играет и на керри, и на миде, и на четверке, вот, и он играет в Европе, и не так давно играет в Европе, то есть какой-то, знаешь, потенциально безимчик также появлялся, причем на инвокере тоже играл, 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 а теперь один из лучших мидеров, и, возможно, этот инвокер тоже покажет себя в дальнейшем Чикен Фламинго. Не знаю, официально ли это его никнейм, наверное, нет, ну-ка, почекаем ники, но саппортить ему будет Снэйкинг. Ага, хорош, приятно со Снэйкингом стоять. Что Снэйкинг на Рубике покупает себе? Два манго, шесть танго, феррик, три ветки, а кэмп, кэмп забанил. Ну, такой плюс-минус базовый закуп на Рубике. Конечно, с инвокером, блин, как кайфово было бы с Клоком на линии стоять, представь, вот Клок инвокер, линию. Ну, базовая линия, рейндж мили. Ты просто закликиваешь на Клоке, а на втором уровне даже с Снэйкингом можешь закинуть какой-то под Клока очень удачно. Вот. Мне друг как-то однажды говорил, типа, инвокер имба, потестили на керри. Ну, я сказал, что, наверное, нет. Но вот спустя долгое время мы наблюдаем за инвокером керри, постоянно спамит с ферками. Играется, играется. Снэкинг как-то интересно еще сыграл на первой пачке, он просто пошел в лицо и просто рейдкликал в бестмастера. Да, просто шейкер вот такой. Очень слабый лейнер, шейкер преимущественно там под мид может играть, потом он может линию поставить. Вот. И он выпуливать должен, на шейкере обязан. О, сейчас Снэкинг хорошо делает, выпуливает пачку. Инвокер, ну, не танкует с собой, не теряет лишние хп. Вот. Соответственно, они просто сейчас поставят вейв, а Снэкинг, в свою очередь, может побежать к шейкеру экспица. Вот. Поэтому, если враг выпуливает следующую пачку, у вас есть два мува. Первая, если вы плотный саппорт, вы сразу бежите чуть-чуть наперед и перед Т1 вышкой забираете вейв и сводите пачки. Второй мув, если так не делает саппорт, то вы на керри просто эту пачку забираете. И уводите. Да, вы в любом случае теряете один вейв, потому что бис там стоит донает. Но при этом и бис тоже теряет вейв. И сейчас потенциально могут еще одну пачку разбить. Вот. И еще один мув есть. Если вы выпуливаете, они выпуливают. Да, вы поставили лейн. Но, допустим, шейкер резко заводит крипов под вышку, то тогда вам нужно как можно быстрее тоже разбивать вейв, потому что крипы побегут на вас, и вы одну пачку пропустите. Вот. А так можете зарултать больше экспи. Ну, короче, кто понял, тот понял. Это, конечно, лучше показывать на практике. Смотрит параллельно там санстрайкич еще. Вот. Преимущество большой инвокер это, что санстрайки можно прям запуливать с легкой линии. Порой 200 урона хватает, чтобы убить там на каком-то из лайнов. Ну, и вот она грязь, которую делает шейкер. Ура! Стопарил крипов. Стопарил куру. Но вроде арты и успел, да, забрать на рубике? Или нет? Нет. Да. Не знаю. Но что-то у него есть. Виталия, наверное, что-то принес. Что-то не ошибается. Феррик у него есть. На Тоникова играет. До Талава не жмет. Начал в сторону уходить, но как-то поздновато. Хотел замазить от санстрайка, но не получилось. Да, я думаю, там или Митлос играет на писте. Время в никуда, короче. Более известный ник его. Вот он на писте очень много играет. Сутаранг, но не привык, видимо, против инвокера стоять на сайфейне. Феррик, а будет от шейкера? Ой, хорошо. Хотел, знаешь, на шейкере заруинить крипа. Но по итогу он плохо феррик нажал, потому что крипа инвокер добила у одного. И рейджей по донайле. А на шейкере Мэтью играет. Это новый игрок команды. Эвил Джинниус. Тиммейт показа. Хороший игрок. Только тут он на шейкере не идеально, скажем так, все делает. Опять же ранг высокий. Много игроков приезжает сейчас в Европу, потому что Артизи на стриме сказал. Да, мы уже говорили. Сказывали. Потому что он сказал, что Европа, типа, лучше по пабликам, по качеству игр. Поэтому все, просто, со всех регионов, в том числе этот инвокер, идут на Европу катать в доту. Ну, ведь реально это так. Европа сейчас самый сильный регион уже на протяжении долгого времени. В Китае вообще непонятно, что происходит. Ну, в Южной Америке, Северной Америке, понятное дело. Юго-Восточная Азия тоже. Так, среднячок. Европа самый сильный регион. Пожиг сбоку бегает, патрулирует. Шейкеру не дает подойти. Вот что нужно было делать вообще оппонентам на первых пачках. Вот Шейкер поставил там лейн. Возможно, Шейкеру нужно было как-то вместе с Бистом прям впушить первую пачку. Очень жестко в инвокера и потом только выпуливать. Что на первых лвлах они очень много хп потеряли, но в итоге Бист чё, подкачивается. Немного крипов у Биста. Бестук, кстати, сейчас очень сложно стоять любую линию, потому что приходят просто сильные лейнеры. Ты либо стоишь против милишного там трента клока, который душат из сильного рейнджа. Либо просто там сильный, короче, мета сильных лейнов. Сейчас в доте. Переагривает на рейнджа, чтобы пикс-п точно не досталось. Там в топе какая-то агрессия? Не хочет он там в краешком глаза посмотреть? Ты должен жить таск тпшет медовый. Мидовый. Ну он, в краешком глаза посмотрел, сэндстрайк закинул. Пошёл дальше чилить. Хорошо, фраг есть. Сжёг лину сэндстрайком. Иронично получается. Да. Ну что, пока ничего на линии не будет происходить, прервёмся на небольшую рекламную паузу и напомним вам, чтобы подписались обязательно на наш телеграм. Ещё, он у нас есть, кто-нибудь в курсе. Ссылочка на него всегда есть в описании к этому ролику. Мы скоро вернёмся. Ребят, вы давно просили. И сейчас я, наконец, расскажу вам, как получить Аркану. Переходишь по ссылке в комментарии и забираешь боевой пропуск бесплатно. Я там договорился о стопроцентной скидке. Затем выполняешь задание. Первый квест подписаться на соцсети. Сделано. Второй сыграть в бесплатный режим. Легко. Окей, а что, например, на седьмом задании? Открыть кейс за 29 рублей? Ладно. Дальше сами разбирайтесь. Как видите, ничего сложного. Скажу только то, что на пятнадцатом задании вы получите желанную Аркану. А на шестидесятом, последнем квесте. ДК-хук. Ну и ещё кайф в том, что можно играть в бесплатную мини-игру по доте раз в час и забирать ценные призы. Например, кейсы или халявные шмоточки. Ссылку я оставил в закреплённом комментарии, так что обязательно переходите. И там же будет лежать мой промокод на бонус к пополнению. Ну что, возвращаемся к инвокеру, подключаемся на нетворсы. Инвокер занимает первую строчку, ну кто бы сомневался. Два кила есть, два самстрайка оформили. Всё хорошо. Окей. Три тысячи сто пятьдесят. В принципе, всё очень хорошо. Да, это супер нетворс вообще. Ничего не могут предъявить. Вот когда вы видите такого слабого лейнера, как Рики Шейкер. Шейкер средний популярен в Европе, по крайней мере. Но Рики очень популярен. Вот у вас руки на линии развязаны. То есть вы можете брать такого персонажа, который может там спокойно иметь пять тысяч нитворса. Это для него будет огромным бонусом. То есть в Рики можно какого-то даже там алхимика пикать. Ты будешь заранее понимать то, что у тебя будет супер фришный лейн. Вот. И в Шейкер тоже можно пикать героя, который покайфует. Знаешь, что я хотел сказать? Что, во-первых, играет он против тридцатого Эмбера, да. Все заметили тридцатый бист, тридцатый Эмбер. И за него в команде игрок с никнеймом Lil Bro. Кто бы это мог быть? Это Нишанский. Мы записывали нишу. Вот. На сморф-аккаунте играет у ниши 90% винрейт на Аке. Жесткий парень. Вообще сейчас в миде тридцат часто появляется. Наверное, один из самых популярных героев. Удобный. Удобный очень персонаж. На любой стадии игры полезен. Столько опций у героя. Очень силен в начале. Вроде фейнек, кстати, хорошо работает. Добирается, гангает ее. Лютый прессинг создает. Но он мид проиграл. Эмбер, судя по всему, как-то посильнее чувствует себя. Видимо, да. Так, но инвокер уже тащит себе рукавицу на Мидаса. Собственно, поэтому, наверное, инвокер и уступил мид, говорит, да, Баффик? Рецепт он уже тащил. Руковица у него уже имеется. Уже готов. Хороший тайминг Мидаса. 3 800 нетворца. Причем ничего такого сверхи себе остановил. Просто смотришь на мапу, доминируешь свою линию, не подставляешься при этом на первых воевах. И в дальнейшем ты просто обденаиваешь полностью героя. Посмотри, 26 денаев у персонажа. И какому-то бисту супер впадло улайнить. Да и плюс... А кто может подумать, что это бист? Подними на рубике. Поднимает. Пару тычек. Колл снэп. Метеорит просто наперед. Решил даже не кастовать ветра. Довольно-таки много урона. Несмотря на то, что экзорт в 3. И Мидасик проюзать. На урного кайпа. Получил доп золота. Найс. Ну, что-то ситуативно он, да? Векс взял, чтобы метеорит кастовать. Сейчас еще у него Аллакрити есть. Что нужно нам энергет? Квалите просто взял. Может, рейндропы взять себе? Сонстрайк подмит? Отлично. Очень приятно. Потому что туз бы просто не добивал. Может быть, Рубик бы успел подойти. Инвокер через дистанцию. Ну что, будешь инвокер на Керри брать? Не-не-не. Но это очень специфичный герой. Знаешь, можно там порофлить на Керри ВРК. Можно порофлить на... Ну, я не знаю. Пусть будет Керри УД. К примеру, да? Но на инвокере... Мне кажется, это прям герой, который слишком требует сноровки. Ну, это да. Медики могут попробовать на Керри Инвокере. Либо те, кто слапают роли, либо те, кто имеет опыт просто игры на инвокере. В миде лютое нападение. Три героя просто ковыряются. Инвокер мониторит, но понимает то, что, видимо, Сонстрайк даже тут не в кого нажать. Мы уже с тобой говорили, записывая инвокеров, что герой хорош очень под... Какой-то такой затяжной контроль плюс урон, да? Никс. Отлично. Клокверк. Под бестмастера. Вообще под любого героя со станом и с уроном. Че, что сонслайкер закрывает. Инвокер сферы один из таких самых популярных вариантов. Инвокер супер просто играть. Я даже там особо... Ты и скилла не нужен. Просто покупаешь огоним рефрекш и кайфуешь. Ну да. Ты просто играешь от своих таймингов, не форсишь, ничего лишнего. Дерешься там за объективы. И хрона катаклизм или хрона метеорит санстрайк. Снова санстрайк и снова помощь. Туск просто благодарен этому инвокеру на все 200%. Потому что ему не хватает урона на туске. И вот шейкер даже, он не должен был умирать. Он чувствовал, что он не умирает. Но забыл про инвокера. Просто люди не могут это у себя в голове держать. Но уже должны адаптироваться. Знаешь, несмотря на то, что он выиграл свою линию, брутка так средне постояла, хоть и вышку открыла. У Лины больше даже на творца. Эмбер огромнейший. Нет, Эмбер просто хороший на творца. Метинвокер огромнейший. 5800 у человечка. Вот так. Медальск уже работает. Ну нифига себе, 4 килла имеет. Ты верно, он ни разу не отправлялся. Сейчас он на него прессинг будут создавать. Потому что, наверное... Вообще, у них хорошие герои, чтобы бруду убивать. Но им нужно беста камбэкать. И поэтому, скорее всего, они будут сейчас под бот играть. Поэтому инвокеру нужно быть немножко посторожнее. На катапу вешает Олакарди. Почему выгодно на катапульту вешать? Потому что у катапульта есть пассивная способность. Это демолиш, по-моему, называется. Вы доп-урон наносите по строениям этой катапультой. Соответственно, кинув Олакарди, вы забафаете урон. Допустим, если кинете себе, то там... На 50% то катапульту вы бафнете прям гораздо сильнее. Поэтому приятно ломать вышечку. Почему Рубик вот забанил свежий Сент-3 большой кэмп? Потому что бест фармит себе домик. И чтобы, в теории, тут он не забрал крипас доминатора. Поэтому тут кэмп забанил. Со страйк КД. Конечку смотрят. Смотрит параллельно на беста. Ждет, ждет. Не доставит. Не хватит, тренджи. Здесь немножко подвисает. Два дня ордена, нормально все. А, ладно, я перезапустил. Атос хочет себе. Пум-пум-пум. Типа контроль в Эмбера, в Лину. Вообще, у него станов в Тиме много. У него три героя с контролем, плюс у него какой-то контроль есть. Но решил покупать себе Атос. Я думаю, ты играешь, когда на Керри Вокере, у тебя априори в голове, то что ты должен что-то такое купить, нестандартное. Может потом за грейдит во что-то в какой-нибудь Глейбнер. Ну, кстати, сумею сейчас часто через Глейбнер играет на Глейбнер. Что даже так? Может, фан сумею? С Глейбнер как оформят. Я думаю, что уже много игроков, которые играют, то... Нажимают кнопки на уровне сумеи, но при этом в игре они гораздо лучше ориентируются. Потому что сумею уже давно играет на маленьком рейтинге. Это тебя все-таки атрофирует довольно-таки сильно. То есть, если сумею сейчас зайдет на высокий рейтинг, на 10 тысячи вирагу, мне кажется, он Найнвокер не исполнит, как многие другие инвокеры. Ой, посредственный стан от Рубика мог вообще Найнвокера просто кинуть, и они бы сейчас время не тратили. В итоге нюки покидали этого чела. Витра санстрайк есть у него. Тут нападение на Лину, есть санстрайк. И просто бесконтакт на Борда плюнул, Лайнвокер кинул кнопку. Кайф. Он, получается, пофармил свою линию, очень долго постоял на ней. Ай-яй-яй, чуть-чуть в тайминг не попал. Да, хотел на тоненького. Там, сворованный от Рубика, не очень удачный. О, Рубик, кстати, очень плотно выкинул, хорош. Это было очень сильно. Ты видел, как он сделал? Он как бы не на месте оставил, не на тиммейте кинул, а он кинул вдоль метеорита. Санстрайк, который не задевает трипов. Краешком земелька вкатывается. Будет ли слоу? Мимо. Так бы убили, потому что был бы полснэп. Офиг, а не все равно дает, потому что он был вменный ветра, чтобы шикер низкоставал встан, Элина под контролем, течка, поэтому Элина тоже забирают. Кайф. Неплохо, он на таске тоже флексит. Они сейчас используют то, что вот бист под ботом играет и пытается камбэкнуть. Они прям по максимуму это реализуют. Есть Сайленс, станут ворованы от Лины и просто идеально станет. Ой, красота. Земелья вкатился, дал Сайленс. Плюс замедло. Этого хватило, чтобы Рубик станом Лины просто проблил. Рубик в Лину имбовый герой. А вот и Атосик. Бля, ну какой кентавер, да? Да, кентавер, конечно. Подвел тут и отправиться из-за этого. Да. Он просто реально сдох из-за того, что... Он засумонил фаржей, три юнита, и кентавер станет из-за этого, когда три юнита под ним. Кто вдруг не знал. И он просто только из-за этого он умер на инвокере. А они бы еще и биста убили бы, при этом. Так и сдохли вдвоем. Эй-яй-яй-яй. Happens. Ну слушай, далеко все равно зашли. Так будем откровенны. Когда вы бежите в биста, как минимум, он уже в этом файте, да? И врагов, к минимуму, столько же, сколько вас. Плюс бурда не побежала. Бурде впадло с топа идти. Она хочет в мид-топ играть. А на тройку забегать ей некомфортно. Поэтому, да. Такой моментик получился. Не очень. ТП-шит под мид. Туск тоже ТП-шит под мид. Оставляет тускать. Next пачку забирает. Чисто по дереве. Поповоду инвокера. Что он делал на линии? Он выиграл свою линию. Он покидался на страйке. Он сломал вышку. Вышку, кстати, ну у вас, наверное, не получится сломать. Дознавать прям очень хорошая линия. Но потом вы просто уходите в лесочек, как это он это сделал. Сами себе стакайте. Либо просто за стаканте кэмп. Кидайте метеорит. Есть Атос. Есть Саленс. И нет Эмбера. Рошанчика. Прям урона хорошо. Чего-то хватило. Да у них капец много урона. На Рошана пойдут? Три опции у них было. Просто пушить мид пачку дальше. Фармить весь верхний лес. Пушить топ. И потихонечку на Т2 стягиваться. Можно было бы забежать в тройку. Но они уже опытом научены. Горьким опытом. Потому что у вас они там сдохли. Вот и пойти в Рошану третья опция. А потом уже забирать полностью по винию. Как будто в самоке. Просканировать инвокер сразу же выбегает. Есть ветра. Урт. Клоковый такой вот уже не долетел. Отличные ветра. От инвокера. Стоит на дистанции. Есть Атосик. Клснэп имеется. Пока что. Не жмет кнопочки. Хорошо. Жмет. Есть Полине еще была. Чтобы она не била. По идее уже метеорит есть. Нажимает инвиз. Кашмемный герой инвокер. Просто триллион кнопок. Их разбирают. Собрались в пятером оппоненты. И очень хорошо подрались. Вот если Эмбара не убивают первым. Он за файт дает тонну урона. Тонну. Хотя в этом файте вообще биздал. 3200. Молодец. На биздец. Такой линии плохой. Со страйк на Чек Рошана. Ббк от Таска. Нифига. Так поздно. Не успевает. Он уже намадает. Но тогда у него спеет. Есть метеорит в пол. Атосик. И за что-то тоже. Как там метеорит. Хорошо прошелся. Давайте хоть чуть-чуть дэмэджа еще. Там просто на лол. КП все убегают. Нормально. Эмбара убили. Из-за Атоса. Просто идеально урона хватило. По-моему, он еще колл снайп повесил. Из-за этого бластом смог закинуть. Эмбар сразу на риминаж не улетел. Хорош. Оставим этот момент без комментариев. Это было невлохо. Я не могу не сказать. Он как-то предиктил, что Клок взлетает на этой штуке. На джетпаке. Шардом. Чейзит инвокер. Там тоже не лохопец сидит на Клоке. Что Каори довольно-таки сильный саппорт. 100-100 ранг. Хорош-хорош. И причем знаешь, что самое приятное. Все это видит ниша, смотрят и думает. Ну, блин, молодец-молодец. Демонстративно так на инвокере. Оформил килл. Блин, слабо верится в то, что это его мейн-аккаунт. И у него пятки. У него много инвокер. Многоигр на инвокере. И в командах. Ну, там 2000 матчей на аккаунте. С не самым большим винрейтом в целом на Аке. Бывают такие игры, где ты вот прям все чувствуешь. Проснул, ты хорошо поспал. Ты покушал. Вчера ночью хорошо. И сегодня утром. Там выпил кофейку. Погода шикарная. Настроение замечательное. Пошел просто скатал одну каточку на инвокере. Это так ювелирно. Такое бывает. У всех такие игры бывают. Так, там подцепили таска. И его походу забираю. Да, не успевает инвокер подойти. Таланты не берутся никакие на инвокере. Вот на 15-м левеле единственное, что может быть, он возьмет. И то не факт. А может быть, будет сферой все-таки докачивать себя. Да, да. Квас он в 4 оставил, потому что с кваса в 4 начинается 2 фража. Вон, потом векс. Ну, экзорт, естественно, потом после векс. Да, он на троландской есть воду, но на 20-м возьмет себя. Только сейчас задумался то, что инвокер это единственный герой без плюсов. Контроль от тимы. Ой, Рубик что-то не успевал. Иземелья тоже не успевал. Да, даже нет большой героя, да, без плюсов. Только инвокер. Вроде нет. Прям особенный персонаж. Из-за меня Miracle в свое время жарел. Тут же про сканили в смоке, как будто героя. Подцепили Рубик, а шекер просто прыгает. Параллельно забирает еще Рубик. Отлично, Хаслэм. Да, он прям измелья шипенул. Ой-ой-ой. Земелья год. Отличнейшим образом выталкивает. Что шекер, что земля. Очень хорошо сыграли. В Дагелина в БКБшке. Глокер цепляет инвокера. Еще один герой на инвокере сидит. Есть инвиз. Немножко выходит. Пару тысяч по колоку. Клокер взлетел, чтобы дать. Вижен, но Грор почему-то с километра залетает. Но случилось линза. Офигеть. Вот не ждешь ты в таких моментах, что тебя просто лягнет царо. Да, там сейчас мета окторинов на бесте. И вот там и линза. Просто килл на инвокере. Этот килл очень много значит. Ну что, выжил бы он. Он бы полетел топ. Распушил бы топ. Стянул бы туда героев. Потом полетел бы в бот. Уже была бы БКБшка. А так он просто сидит в таверне 40 секунд. И чилит. 50 даже в время респауна. Знал, что если навестись на золото, там пишут надежное золото, выкуп. А там еще пишут время возрождения. Я недавно только узнал, что вы можете примерно запредиктить, сколько вы будете резаться, когда вы сдохнете. Даже вот если вы байбекнулись и умерли. Кстати, я даже никогда внимания не обращал. Это всегда так было? Столько всего написано, что ты просто порой такие очевидные вещи упускаешь. Это очень удобная штука. Конечно. Нижнюю башню сил света атакуют. Ой-ой-ой, и он успевает ТП отменить. Думал, выбежит, но нет. Ну, лоу-скильный телепорт. Лоу-скильный телепорт. При этом его тиммейты нападали в топе на Таска. То есть тут под ним даже никого не было. И он на беседу ему просто заранее отойти. Пожадничал, хотел забрать Т2 вышку. Не получилось. Туск имеет просто на Творс четверки. 6 тысяч. Очень не похоже на нишу, но не смог он как-то найти точечки соприкосновения. Не пошли, гадкой. Не пошло. Он мой блин, лучшего я на Керри играл. А он играл на Керри в своевременное в Сигретах. Именно в этой катке мог бы и уступить метанлокера. Ладно, катка на тебе инлокер. Векс, опять же, докачивает. Там есть хукшот. Слушай, ну по-клаку. Катка действительно вся на инлокере, потому что там и пруда пошла в такой билд аурный. Таска или на Клорс нет. Он единственный, кто должен тащить. Угу. А играть же еще будет очень долго, если вы не успели заметить на длительность игры. То есть тут прям инлокер раскроется во всех цветах и красках. Хороший вижн глубокий стоит. Видно миста, видно лину. Земелька поставил? Да, да, наверное. Ой, я земель в одного вкатывался. О, тут просто трех героев нашел. Набьет. Нужен в шейкер добить, нет? Шейкер выжим, да? Он занят был, занят был. Там чуть-чуть урон не хватило. Он мог на страйк кинуть шейкер осталось 50 хп. Да ну не... Ой-яй-яй, как же это было близко. Причем он не знал, что он будет. ТП уже его не видел, правильно? Нет, не видел. Он не знал, блин, это было бы очень красиво. Прикинь, попасть с он страйком спустя время, когда чел тэпнулся. Хочет себе шард. Три метеорита. Снова какое-то нападение. Есть у него Атосик, решил зацепить плака. Атос уже очень много ему дал. То есть, если игра прям хорошая для инвокера, то Атос можно купить даже с таким количеством контроля в команде. И прижмел в БКБ-шку. Надо помогать. Ой, снова Эхо Слэм. Но подземелье в этот раз не попадает. Попадает по Снайкингу на Рубике. Должен сдохнуть на шейкере. Он просто игнорит. Да, он игнорит шейкер, он просто идет в лицо на им. На им проедиву забирает. Вот. Я бы точно остался, чтобы шейкер убил. Я бы просто шейкер убивал с Тейлбом. Наверное, наверное, тоже. Тут с этим может быть неприятно. Он жмает инвиз. У него есть дирекшн, он перекладывает его. Успел нажать БКБ-шку, чтобы от топоров лишний урон не залетел. Просто можно было бы издохнуть, плюс кабаны отравляют ядом. О, у него бласты нет, так что ты слушай. По-моему, нет неприятный. Да, диммейт они успели немножко подойти. Так бы и БКБ не пришлось бы даже нажимать. Но забрали. Будем считать, что килл... 400 голды и разменял в нажатии АБКБ. О, брутка пришла же импактила. Грифс и нажал. Нормально, брутка в топе очень много пространства забирала, стягивала на себя. Могер начал оформил, в том числе благодаря бруде. Такой у героя у которого призрачный импакт. Ты не особо понимаешь, чего она делает, когда она в своей теме. Например, когда ты играешь против бруды, ты понимаешь, что просто грязь супернеприятнейшая. Вот это пешит топ. Кто тут? Лина какая-то, может, покнет на БКБ ее. Скан из нула, там никого не нету. Окей. Вот по поводу инвокера и Атоса. Потому что айтем хороший, статы. Активка за 50 маны всего. Там интеллекта довольно-таки много, монопул увеличивается. Плюс какая-то ловкость, сила. Но есть и минус этого предмета. Это отсутствие хорошего тайминга. Ты база БКБ отрывала блин. Шард хочется тебе еще взять. И в таком случае Хекс довольно-таки сильно может отложиться. А он очень важен. На инвокере. Сдевого героя можешь убивать с Хексом. Жмет БКБ. Потому что Шекер уже прыгнул. Отлично сыграл на инвокере, чтобы Шекер тут не подстанил. При фаером нужно сжать БКБ против Шекера. Пусть порой ты можешь не успеть это сделать. И файт будет проигран. Сейчас будет замедление по кулаку. Есть слоу. Лина забирает земельку. Земелька погиб. Инвокер выкидывает санстрайк. Есть ветра, ветра не тратит. Просто на расстоянии не стерли кулакверка. Закидали кнопками. И вот опять же, как же герой классно раскрывается, когда хорошая линия. Вот очень важно грамотно драфтить. В последнее время я пришел к тому, что... Да пофиг, если твой герой может особо не заходить в покатки. Но, допустим, там... Сложно мне сейчас пример привести. Ну, то есть, такой просто... Типа, средний персонаж. Есть лучше. Но ты должен понимать, как линия будет расстраиваться. Любой персонаж с 5000 творчества на 10-й минуте за импакет больше, чем... Персонаж, для которого хорошая игра, но у него 3000 на 10-й. Потому что по темпу будет совершенно разные игры. Ну и поэтому он Аттос и купил себе, потому что очень много натворства у него. Ну что, минус выживочка. Рошан стоит, кстати. Ну да. Ну как-то он вообще очень, если честно, бесстрашно играет. Тут скаюсь, блинг? Нет, тут скаюсь, блингка. Они в Рошану забежали на врагах. Спалил снастрайком. Они, не знаю, они не успевают, по-моему, прийти к Рошану. Они могут попробовать принять драку до живойегис. Ой, земелья, хорошо вкатился, показал. Выиграл время, поймал на сэрор. Хорошо, 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 этого времени хватает. У его шейкер, знаешь, шейкер два раза. У него чисто слэм лупанул. И теперь мокер каждый раз жмём в БКВ. Он понимает, что теперь слэм может залететь, и он умрёт. А ведь так бы и произошло, если он БКВ не нажал. Классно, что так сильно... Таска подцепили. Классно, что так сильно импактит бист с шейкером, знаешь. Они же в сопле линию проиграли. У них упал Тауэр. Бист отставал в два раза по Нетворсу. Но при этом они всё равно сейчас спокойно играют. У биста топ-3 Нетворс. Он особо не отстаёт от Эмбра, при этом опережает и Тускай, и Бруду. Да и от инвокера он не особо отстаёт. Четыре косаря, при том, что инвокер выиграл и Мидас купил. Но вообще страшно представить, что было бы, если бы бист с шейкером линию выиграли. Наверное, эта игра бы уже закончилась. Конечно, конечно. Но на этой расчёт, что бистом шейкером ты, как бы, не на лайн ориентирован совсем. Твой тайминг это минуту 20-я, когда уже есть блинг, домик 2-й, там. Какой-то ещё плюс артефакт для биста. Но тут заслуга Эмбра тоже есть. Эмбр, Клокверк, они очень много за импактили. Просто присаживаясь на мид-вышку. Инбокер там даже помогал в миде. Просто все перетягивались, а бист качался. И к чему я ещё вёл? Потому что обычный бы бист мастер, даже сильный, он бы не рековернулся в игру. Почему? Потому что... Ну, просто опыта бы не хватило. Поэтому и нужно задрачивать героев до таловов, чтобы понимать, как вообще в каждой игре себя вести. И вот эта игра не исключение. Я думаю, бист просто послабее бы уровнем, он бы далеко не так бы сильный бак. Кстати, мидас инвокер продал, я думаю, зря он продал его. Он ещё мог... А, подожди, он не мидас. Не, мидас не продал. А, кто-то продал. Нулик. Что-то у него подал, у него нулик. Что, у меня показалось, мидасик скипнул. Но это явно ошибка рано продавать. Ой-ой-ой, я уже умер рубик. Там бисту неприятно. Блин, нифига он, митерит, пот нас закинул. Ну, казуальный, бронзовый. Бронзовый инвокер, пятый тир. Ну, у него просто тут плюсы. Лина без БКБ, но она с Эггисом. Ну, вообще в неё скиллы можно покидать. Только шейкер, шейкера не видно. Он же просто прыгнул и убьёт инвокера. Удивительно, что он ещё не убил. Шейкер просто не успел добежать. Так бы, я думаю, он прыгнул бы, слайм бы просто нажал. Я не просто сторону теряю, да? Очень... Сформулирую мысль. Хай-квалити катка. Надо пускать на русском. Как там? Очень качественная игра. Сами понимаете, жил в Лондоне 15 лет. Как это на русском? Ну что, пошёл в Луис? Вообще, они так плоховато бегут. Беста нет, но повезло, что все разбежались. Вот у него БКБшки нет, они так давят прям. У него что-то монитор просто... Знаешь, он использует... По-моему, он захват и использует, да, он по краям камеру. Из-за этого в многих моментах ему приходится... Звение, а да, не использует. Он просто столько быстро по краям кликает. Да, и внимания, как Мюшка двигается. Да-да, он по краям именно двигает. Как повезло, какой тейт для шейкера. Он прыгал, чтобы застанете в аргумент. Инвокер кидал ветра в общих листа. И по итогу инвокера сейчас из этого не заберут. Нажимает БКБ инвиз. Блин, какой тейт. Лина с БКБ? Так, Лина нажимала БКБ. Вот the fuck. Так ты сдох на линии. Но инвокер тоже сдох. Почти, или на линии не сдох. Кто дамы же будет давать? Никто. Уши у Лилю произошло. Лина почему-то убегает. Иди поделись, убей их всех. Клуб там просто на мужика 1 в 3 заходит. Понимает, что просто у этих героев нет ДПС никакого. Кинуться по нюку и больше, чем пол ХП не бил. Лина могла бы агрессивнее сыграть. Ну вот, и тайминг Хекса, ну вот он сейчас важен. Очень важен. Потому что сапов убивать хорошо. Ты убиваешь сапов тогда, когда на коров нечем начать. Когда коры мобильные. Либо станов у вас немного. С Хексом ты просто прыгаешь в нужный таргет. В Лину. Жмешь БКБ Хекс, Метеорит, Бласт. И Тима уже накидывает еще сверху кнопок. И продлевает при этом. Поэтому Хекс просто must have item. А вот Лина плюс Эмбер должны задумываться о том, чтобы Линку купить. Потому что есть Рубик с моментальным станом. Есть Инвокер с Хексом. Но Линка тоже так, знаешь, соу-соу. Может работать, может нет. Что мешает Инвокеру в инвизи забегать с колл снэпом и Хексом? Да, да, такое же можно делать. Или Рубику там болтом сбивать плюс станет. С Линка такой вообще иногда вообще не работающий предмет. Ай, чуть-чуть не хватило. Будет ли сайт на фонтан? Можно попробовать. Нет, не будет. Не стал. Эмбер уже варенелся. Просто кидают скиллы в инвокерах в карту. Просто вылетает. Он так будто иногда проливает пивасик на клавиатуру. Но продолжает играть. Эмбер агрессивно пугает. Летали саны по Эмбру, туск не подстанет. Туск задолжил сноуболом и бруда успела вывести плохой Хослом от Шейкера. Но Таска заберут, потому что Лина только тут в Сильвере. Забежала, опрокинулась танчик. Есть Атос по Эмбер спириту. Ну вот сейчас ты думаешь, что все, капут катки. Туск уже сдался. Блин, ну да. Сложно отбиваться. Забираю трубик. Хорошо, что он себя отталкивает, выигрывает время даже если не нажимает у него нет бэкбэка. Кидаю тембра. Эмбер вылетел. Так сломайте им просто трон. Эмбера забрали. Хорошо. Отлично. Как он умер? Да, ты не видел этого? Нет, нет. Очень четко. В земле очень молодец. Эмбокер среагировал в стенку, быстро поставил. Получается, земель его под фонтан пнул. Эмбокер в стенку поставил. Эмбер не смог выйти быстро. Понял. Есть Атосик. Метео 3 метеорита, кстати, тоже метеорит попадает. Прикольно. Там без опытащи убил. Бист не заметил, что у него хп нет. Нет. Ну это очень показательная игра в плане того, что мы видим недостаток прокрутки экрана по краям. Он из-за этого во многих моментах вынужден экран держать вообще как-то супер. Он держит экран так, что при этом себя не видит в некоторых моментах из-за того, что вот именно использует прокрутку по краям. Думаешь, ему это мешает? Мне кажется, если человек прям со старта играет так, то он все монетонит. Нет, но он ты привык, понятное дело. Это нам просто, ну, выглядит, для нас это выглядит как что-то супер неудобное. Я думаю, ему комфортно. Ну да, прокрутка, конечно, многим жизнью облегчила. Куда у камеровых? Тут ты тут, ты вогер. Что это сейчас было? Так, может он читер просто. Хрен знает. Но у него просто монитор сейчас улетел вверх. Такое бывает, когда ты немножко нервничаешь. Ну вряд ли он нервничает. Чего нервничать? Не официалов уж катаешь. Но кнопочки чётенько он выкидывает. Интересно, сколько у него игрок конкретно на инвокере? Было бы интересно узнать. Можно такую смазанную стату посмотреть, сколько у него матчей на этом аккаунте на инвокере. Он её топ-1 герой и у него 300 матчей. Когда А4 в среднем. Не знаю, не думаю, что всего 300 матчей у человека. А может он просто хорошо играет. Значит, в каком-то нише может быть достаточно 300 матчей тоже, чтобы... Мы лига пока. Хороший килл на шейкере. Прыгает, даёт глейпнер. Чё, он как будто застрял в моменте. Ну, кейлок подфидел в боте, вот когда мы разобрали, они из этого не смогли на третью сторону пойти. Может, ещё сагай. Там, кстати, на бисмастере линза хекс. Жесть, просто урон. Сколько хп у человека? 2200 хп. Там метеорит отрывал ему где-то по 500. А, талант плюс 80% корону от хаос-метеор, чё? Да-да, это же самый сильный талант на инвокере. Водосе. Жесть. Ну, просто скилл дамажит в два раза больше. Это же бред какой-то. Я думаю, почему инвокера стали пикать, и почему тайминг хексовцы до стараются поймать. Что ты просто любого героя убиваешь за хекс? Ну, плюс затычки. Да, при этом шардом получается. И вот как раз вот Глэйпнер. То есть Глэйпнер, шард и вот этот талант с метеоритом. Это очень жёстко. Солидно-солидно. 26 уровень у него. Талант на бласт вокруг героя. Тоже хороший талант. Эффект активной сферы умножаются на 3. То есть урон, эмэс и хапориген. Помноженный на 3. Прикольно, наверное, для... Левый на 25-ом. Для физ инвокера хорошо. Много дэмэджа с руки. Много эмэса. А я так спилю. Эмбр тут. Без ббека да, он так флексит на эмбре. Против фикса. Он поплыл. Да, вы снесли две стороны, но это ничего не значит. Игра не закончена. На таком ранге играют... Ну, часто. До конца и легко... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Людерный сэмстрайк. Попадает. Пошел рассказ, длина. Так, а будто надо было бласт чуть раньше кидать, чтобы вдоль метеорита прокатили героя. Но него не хватило бы уроны. Лена слишком жирная. Вообще, 4К хп-героя. Офигеть, как он вообще так мониторит карту. Жесть. Янный мастер это называется. Офигеть. Я бы в такой самотухе не смог бы ориентироваться в карте. Я тебе хочу сказать, что это довольно-таки неплохо развивает микроконтроль. Я вот за собой заметил, что у меня карта всегда централизирована. На меня, на тимфай, на герой. То есть у меня мышка в основном двигается по, скажем так, маленькому квадрату в центре экрана. А остальное я пододвигаю. А этот человек, он, скорее всего, у него просто мышка елозит по коврику с большей амплитудой. Ну и в целом, так как она, наверное, влияет немножко на микроконтроль. Если ты там 5000 матчей так сыграл. Может, нет. Предположение. Глейбнер, а не продать АТОС в выход в рефреш. Хекс, допустим, ты просто прыгаешь, даешь Хекс линии. БКБ, если ты бы ставишь, да, что он не законтролил сквозь БКБ. БКБ жмешь, прыгаешь, Хексишь, Метеорит, Бласт, Метеорит, Бласт, там Санстрайк. Снова Хекс. А потом Чел ББК. Просто в кромешном те и все. Ты не знаешь, что делать. Да, ну в любом случае рефреш явно крутой айтем на инвокере. Сложно переоценить импакт рефеша в лыте. Особенно он на инвокере. 40 минут, каточка не дает выдохнуть. 45-37. Был бы тут Эмили, он бы уже потирал бы ручки на тотал. Тотал бы зашел точно. Чисто одна команда 45 наковыряла, а кайф. Мы, кстати, стримимим еще, ребят, кто не знает, заходите. Стримим, смотрим, кайфуем. И наставочки даже делаем. Чтоб просто интерес подогревать. Переложил себе линько. МКБшка после айгиса. Кстати, прикольно о этом. Майнбрейкер, который. Не, он трикид. Клаку выбил. На инвиз. Может, кому-то нужно охвата. Полетели тевтели. Тушекер успел выйти немножко тевтеля. И по той траектории избивает линьк шейкеру. Параллельным блатом. Надо приготовиться заранее АБКБшку переставлять ему на всякий случай. Да, да, да. Это очень важный момент. Вот сейчас уже нужно было перекладывать. Блин, поздно. И вот теперь, да, обратите внимание, он резается АБКБКД еще 2 секунды. Но блинкаут. А если бы была бы сложная ситуация, и шейкер был бы готов встанить, то его бы просто убили бы в этом моменте. Упытка догнать, но... Что? Ай-яй-яй. Да ладно. Да, было шейкер справа зачекать в кустах. О, не зачекал его. Так что я просто умер. Шейкер решил с собой пожертвовать, чтобы на Лину инвокер не сел. Алина там дерется. Бласт, бласт. Просто пошел с руки натыкивать. Блинк есть? Он фейканул, он фейканул, он сейчас через Хекс будет. Там бист побежал уже с роуером, поэтому классно, что он вышел. Есть у него метеорит, знает он свой ОКД? Наверное, должен знать, это шпотный инвокер. Не сразу нажал. Где он? Где он? Что произошло? Он инвес-мотку, наверное, нажал, да, на бесте? Да. Погибаешь, мёта, летит. Ну, ты какой-то такой хреновый байс, чё? Штакилы, он не найдет. Да. Понял? Центральную башню сил света оттокует. У него еще и он на бесте. Плохой ББК получился. Да так, игры проигрываются. Ну, двух сторон у них нет, у них последняя сторона остается. Время возрождения 125. Ну, всё, умирать нельзя. Вот апнин 28-28 уровня, посмотреть, это максимальный респаун тайм? Или есть больше? Или есть 150? Наверное, максимальный. Чё, срок идут, походу? Ой. Когда в катке секунду, ничего не происходит, назев пробил. Скучно. Там смог пошел, вот, всё, чтобы не скучать. У Ленина как-то маловато. У Ленина. Ну, что, Фарик, он молнии не загроженные. Хорошая руна. Эмбер заберет, да? Ой, и они умрет, но он за эту руну. Он шейкер прыгать будет, я в КП-шку успел прожать, хорошо. Спел бы КП прожать, добейте его. Неужели он выживет? Нет, его забрали. У него боясь на эмбре. О, это очень хреново. Но, но на эмбре в соло, тут, он не доважит, тускло еще пнул. Он, кстати, слэма, помню, по-моему, да, мой слэма мне попал, и, возможно, если попал бы, кстати, дамы же бы хватило. Да, 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 да. Там авторшок бы сработал, плюс урон, и ты самой. Выжил на крыльях, просто убегает. Он был из-за века на инвокере, если что. Ну, да. Так они из-за земли был без века, они бы просто трон сломали бы слины эмбером. Клок бы резнулся, бы не побежали бы. Ну, ты, конечно, давай пересмотрим, что, интересно, брат, потом обратно домотаем. Момент с шейкером? Да, 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 как-то получилось. Вот. Где он был? У него супер хорошая позиция была на шейкере. Сейчас посмотрим, сейчас момент, когда шейкер будет прыгать, прыгает. У тебя, блин, непонятно, хватило рейнджи или нет. Нет, нет, не хватило. Просто не было рядом. Он же даже, ну, а авторшоком не за... Там вроде как урон от слайма прошел, но авторшок не прошел. Там, там, короче, 200 хп было. Непонятно, короче, выжил бы он или нет. Но, как минимум, он бы его застанил бы на подольше. Ну, да. Так, давай тогда по таймингу сойдем. Сейчас будет 45-ая ровная минута. 45-0-0-0-1-0-2. По таймеру все норм. В любом случае, ну... Там, знаешь, ничего не мешало. Шейкер со спины заходил. И там ничего ему не мешало нажать кнопку. Пойди, нажми слайм. Так, тефтелины полетели. Тефтелины под соусом пальпете. Знаешь, такой итальянский соус? Нет. Не в курсе, новые томатов. Вот здесь, кстати, один на инвокере. Не опасно ли здесь ему находиться? Ну, вообще, опасно. Они могли тоже в смоке быть. Так. Знаешь, катка, в которой... Уже немножко агрессивнее играешь. Но враги вроде зажат, да, он тройки были. Сужибаем. Ой, клокверк. Клокверк надо блококами, наверное, толкать на тиммейтер. Бэ-бэ-катузка, Лида, хекс, хекс. Ай, он тоже у меня. Лида, просто расстреливает брудку. Брудо выживает, да? Жесть, просто карта взлетает нереально. Жесткий мониторинг по игре. Тут Вижен, кстати, куда он прыгнул сейчас на инвокере, потому что Рубика сноу-вижен нас застанело. Гема нет на такой минуте, это лютая ошибка. Ты обязан гем даже в Сноу-Линвизу брать, потому что вот такие вот апсы. Ты не можешь с нитрями все зачекать сто процентов, а с гемом можешь. Поэтому обязаны дать гем, причем более земель. Как же удобно земель и чекать. Ты просто прокатываешься через все. Быстро чекаешь очень с гемом. Или он есть с гем? Нет, нет, гем. Почему? Купите. Что, как ты? Просто находят героев. И без БГ как героя. Читер какой-то на инвокере. Читер, что с брудой? Господи, оттуда забагалась? Да. Червячок просто ползет. Только лапки видно. Да, вообще неплохо выглядит. Такая труда даже по идее лестни, да? Уйду. Заходим потихонечку. Не торопятся. Инвокер стоит очень далеко. Рефрешен ждал. Инвокер. Я никогда не понимаю, когда инвокер прыгнул, когда не прыгнул. Ну да, так непонятно. Я не понимаю, как тут можно играть, а то есть, если он переносит камеру наперед, при этом он блинкуется, он понимает, где он примерно. Оттуда кидается пылы, но при этом он даже на своем мониторе не появляется. Ну что, рассказ-то у него имеется. С рефрешком, рефрешен не тратил. Алина будут забирать. Если вот опять же, беста нужно контролить. Загиумент лучше сайдрике вот так не разбивать. Он случайно вообще по нему тыкнул. Но, даешь себе знать, шейкер куда идешь? Айон диск. Разводит на шейкере. Ну, так, и нокер ты тут. Оставил кекс, рефреш. Кекс. Сплы. А там Айон, йобин-бобин. А, это самый безбашенный контроль камеры в симфайте, который я только видел. Хрен пойми, что происходит. Он не судорожный, но он очень странный. Для меня и для тебя, и для вас, и для вас, и для вас. Очень странно, да. Он как-то, как... Он не... Не знаю, где. Потеряно, потеряно все происходит. Я смотрю, я вообще в шоке с того, что происходит. Это какой-то бред. Шейкер слайм нажал в пол, чтобы... Скопал почву для урожая. Он просто прыгнул, куда-то прыгнул. Зачем прыгнул? Потом Лина, вот он прыгнул, чтобы беста убить. Там Лина под ним оказалась. Непонятно. Айон диски титятят. Никого ты не можешь убить на инвокере, пока Айон диск работает. Ты, типа, можешь скинуть витрами, но чел по приземлению нажмет БКБ. Поэтому надо покать Айоны, потом только прыгать. Ну, вообще, наверное, нужно сапов убивать. И тех, у кого Айон в КД. А там Айон... У четырех героев. Аганимчик. Норм. Все, аганим. Что, отдает? Он... Он... Он Рубику Аганим отдал. У него два рифрэша. Не, ну не. Типа, ну да, 2 Ганин, 2 с половым Рубика. Ну, это же типа... Это типа катаклизм. Только ему полно субботы и не нужно. Ну, как доу-доб возможность. Ладно, шейкут у Рубика тоже очень крутой скиллый. Станлин и Стан Шейкера. Рор. Фагуны. Кстати, с давних пор рефрэш плюс рефрэш арт, они имеют общий КД. То есть ты не можешь пойти нажать в три раза кнопки, только два. А там фишка какая-то есть. Я же у нас в телеке, даже по-моему, поистил не так давно. Какой-то рефрэш арт, наверное, нужно сперва нажимать. Там, да, что-то с очередностью было. Что-то, что-то нужно первее прожимать. Я не знаю, может, это, конечно, уже пофиксили. Кроме того, что... Кроме того, банальных снотов не хватает. То есть никуда положить. По очереди только юзать. Хочешь себе мой шардик, можно в трекер-булат взять, мне кажется. Они будут поинтереснее. Кто-то спрыгает и убивает по каплу, а чуть без бая. Видимо, байбекался. Эмбра сбивает за доджик. Но при этом земелья далеко закатился. На земле гастильтована играть на такой минуте, потому что ты вкатываешься, тебя тут же сбривают. А он без бкб на земелью. Ну да. На такой стадии без бкб, конечно, не анриел играть. В драфту, где опять стану. Да, вообще, после 30-й минуты на земелье вообще без бкб невозможно играть. Ну, не такой билдачок, типа на пофлексить, лотус, глимер. Лотус получается на рор чины. Ну, я думаю, что земелья, это вот тот герой, который ботинок никогда не грейдит в себя. Ну, максимум транквилы. Да? Ты берешь себе урну, ну и если прям нужен весел, и всегда берешь бкб, это никогда не будет ошибкой. Чего он так быстро бегает? На хосте, что ли? На шейкере. Да, на хосте. Он хотел на инвокере ветра оставить на iion диск, но у него еще и ветра воли, когда. Тут шейкера бы он никак не забирал. Я бы переложил бы рефреш вместо глейтнера, потому что когда я в бэкбеке, x2 идет. Но он вместо хил, а не, поменял. Раздублился. Он сейчас не об этом вообще думает. Он думает, как бы игру выиграть. Как им игру выиграть? Долгие файлы, когда iion выбьют. С бэкбеками нужно играть обязательно. Навижение нужно. Но это база, типа, любая игра так играет. Конкретно эту, у шейкера убить. Очень полезный шейкер. А что это сейчас было? Что за бак? Даже попинговал в то место. Клокер как будто бы подсветился на карте. Знаешь, есть такая фишечка. Я до конца не знаю, как она работает. Сейчас объясню. Сбоквай на эмбре. Кудык себя выкинул. Минус рор. Если рефреша нет, на бестя, он поймал хекс на бестя. Ну, такое, такое. А я его подцепили. Это минус аегис на бэкбэшку поставлять. Потом он поздно переставляет бэкб. Да, нужно, да. Вместо линки, которая еще и вкд нужна была. А потом линку просто упадет вместо егиса. Вот что нужно делать? Успевать нажать бэкбэ. У него будет хекс по линии после бэкбэшки. Да, хекс на развороте. Петра. Да, на полине просто нет урона. Туск боится. Остальных ба нет. Ему приходится отходить. Он хочет под тускорезон. Тускорезон видно было. Там отстает. Но тут уже нужно помогать ему. Тут не вариант. Ой-ой-ой, тефтелины. Какие вкусные. Обалдеть. Витрапа всем. Шекер слэм фол. А что ему сбило, блин? Ему что-то блин сбило, по-моему. Паучки. Паучки можно... Паучки на бруде сидит. Реально паучки, прикинь. А ну-ка, посмотри, специально ли ты на бруде сделал? Не посмотрю, походу. Или посмотрю. Наверное, специально. Ну, хотя бы. Не на автодаке. На автодаке, да? Офигеть. Взаимпакте, я даже сам того не знаю. А там три героя было. Там был туск. 600... Ну и ладно. 800 хп без ббека. Он бы его убил бы там три героя вместе стреля. Какой тиль? Ну, на 4 тоже должен был контроль этот момент. Окей, проиграл какая минута у тебя, скажи, пожалуйста. 55, 54, 55, 56. Все было промотано туда, куда нужно. 30 уровень на инвокере. Тут уже все таланты добраны. Добрал. Аллакрити. Эффекты сферы умноженные. Я тильдит, что у него рефрешбек паки лежит. У меня прям это... На коляк. Я склоняюсь к тому, что этот чел титами играет на инвокер. Ну, реально. Я смотрел за многими задротами инвокеров. Его поведение камеры, оно суперстранное. Так что пусть зрители оценят. Пусть зрители оценят. Напишут в комментариях по их мнению, что происходит вообще. Как он так может играть? Я скажу, что вот Sunstrike по шейкеру. Ну да, вроде как на фонтан. Вроде шейкер лук помог тп. Тоже был такой, знаешь, странноватенький. Чуть-чуть. Не знаю, Sunstrike как раз таки меньше всего вопросов вызывал. Ну вот именно поведение камеры. Ну не знаю, ну не играю так игроки на таком рейтинге. С таким рейтингом так. Ну, что-то, блин. Ведь он на VSD двигает камеру, как в гоночках. Я не знаю, я не знаю. Это невозможно объяснить это. Но как-то вот это странно. Да все со своим прибабахами играют. Вот я использую захват мыши, но при этом у меня не дефолтный захват мыши. Я нажимаю... Вы не колесико, понял? А цифра 4 у меня. И у меня по КД палец на цифре 4 указательной левой руки. Я нажимаю на цифру 4 и только потом как бы двигаю камеру мышкой. То есть, каждый играет со своими приколами. Кому как удобно. Я думаю, еще и не такие ребята есть. Есть вообще, наверное, шиза. В этом плане. Но может быть, может быть. Все может быть. Там часто очень про игроков... Стукают щитами. Даже вот в доте. Даже на высоком уровне. Ну что уж там. Чего до сих пор 3-2-2-шат? Ну да. Встречается разное. Чего мне 3-2-шат с щитами? Верно. Шанс быть спаленным еще больше. Эй, кто за щит? Ты, тот в фулгандон. Это же прямо суперочевидно. Да, конечно. Конечно. И очень жаль, что теперь монетного бана за это нет. Я играл с человеком, который играл на скаймаге. У него был тысячный ранг, хоть его бустит. И мой другой человек до команды спать. Позже отвлечемся. Успевают беста выкинуть земельку. Хороший договорливый, этот туск его выкинул. Короче, бис погибает. Но у него есть бэбэк. Надо потихонечку заходить. Страйком посветил. Есть бкб рефреш-блинк. Надо следить. Очень важно следить за тем, у кого ионов нет. Там тусклого-то выкинул. Он вообще не смотрит. Да вообще, как вообще ты играешь в эту игру, ты что это такое? Выкликает он очень быстро. Но камера реально порой улетает. Нам просто непривычно. Он-то чувствует в катке, что, где, как, почему. За столько лет название читер на инвокере, это будет оправдан. Наконец-то будет не кликбайтом. Что-то, блин. За камерой не на себе. Да супер лоу-скиль на камера двигается. Просто вообще максимально. Еще вы же вида. Почему он зарегинился в грифсе кто-то нажал? Там брудак, он играет все кликнул. Так они все убили просто. Куда он смотрел? Как витра кинулись? Что произошло? Я не знаю, это просто бред такой. Клеймо просто. Так вот, с чем он играл, который с читами. И вот наш тиммейт блочил, ну, плеймал, типа ты гандон считами катаешься. Вот он, а че, а че, это же игра просто. И че, и че, типа вот такая вот логика. Это же игра просто. Потому что другим настроение портишь, руинишь. Да. Не считается. Эгоистичненько. Ну да, вот такая вот катка на инвокере. При этом он играл хорошо. Но будем объективны, первые там 25 минут, он прям ювелирно все делал прям. Эдинсан страйки, помощь по карте, линия хорошо постоял, двигался, че-то. Нормально играл, но потом что-то как-то его расквасили, раскумаривали, шиша просто плотная была. Потом сел другой игрок за компьютер. 99 тысяч нанесеного урона почти за соточки, добил 37, 4, 27, 37 фрагов наилокере, офигеть. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваше мнение по поводу этого инвокера. Всем пока. Пока.